Преображение начинается. Анастасия Балмасова – посещать косметологический кабинет, а служащей банка Юлии Горбулиной придется считать калории и заниматься фитнесом дома. Победит та девушка, чье преображение окажется наиболее эффектным. Сегодня участницы проекта снова встретились в центре йоги «Лотос». Здесь девушек взвесят и измерят их параметры – объем груди, талии, бедер и живота. Мы запомним эти данные и сравним с результатами преображения в финальной программе. Первой на весы становится Александра Борзенкова. Ее вес – 88,9 килограммов. Остальные параметры вы видите на своих экранах. Вес Олеси Шеншиной составляет 80 килограммов 700 граммов. Когда на весы стала Анастасия Балмасова, их стрелка показала 80 килограммов 100 граммов. Вес молодой мамы Юлии Горбулиной – 70 килограммов 200 граммов. Татьяна Терюшкина весит 66 килограммов 600 граммов. Параметры сняты. С этого момента участницам предстоит на два месяца забыть о сантиметровой ленте и весах. Преображаясь, нужно думать не о цифрах, а о собственной красоте, утверждают психологи. Олеся Шеншина отправляется на свое первое занятие. Девушка будет преображаться в центре йоги «Лотос». Здесь ее встречает Ольга Маркова, личный тренер. Практика помогает гармонизировать внутренние процессы, то есть выровнять гормональный фон. Поэтому женщины, которые после родов набрали лишний вес, либо от гормональной терапии, приходя сюда, занимаясь регулярной практикой, обретают хорошие результаты по снижению веса. Центр йоги «Лотос» работает в Курске уже три года. Сюда приходят те, кто хочет избавиться от проблем с лишним весом и те, кому необходима внутренняя гармония. Младшему посетителю центра четыре года, старшему больше семидесяти. С Олесей мы будем заниматься три-четыре раза в неделю практикой, то есть практикой йоги по различным направлениям. Девушка молодая, девушка спортивная, поэтому заболеваний нет. На этом фоне ей подойдут очень многие группы, практически, в принципе, все. Сегодня Олеся знакомится с направлением йога-нидра. Это психическое расслабление, которое учит быстро восстанавливать силы и гармонизировать внутреннее состояние. Я очень довольна и рада по поводу йоги, потому что мне она всегда нравилась и всегда хотела заниматься. Я одно время даже скажу вам, что занималась ей, но не так глобально, как на данный момент буду заниматься. Но мне это интересно, мне помимо похудения она еще дает улучшение себя в здоровье. Те, кто занимаются йогой, на вопрос «как дела?» всегда отвечают отлично. Они не заедают стресс, ведь его попросту нет, а значит форма всегда идеальна. Можно, заметьте, преобразить, но если ограничиваясь в еде и определенным правилам следовать, потому что, соответственно, если есть, гулять, пить и заниматься йогой параллельно, никаких не даст результатов. В центре йоги «Лотос» помимо изучения основных осан, так называются позы, Олесю ждут еще и сеансы массажа. Сегодня масляный. Натуральные масла улучшат пищеварение и поддержат хорошее состояние кожи, что очень важно при похудении. В центре йоги Олесе предстоит ходить 4 раза в неделю. Анастасия Абалмасова и преобразиться поможет косметология. Сегодня девушка отправляется в клинику Альбина. Прежде чем приступить к процедурам, необходимо выяснить, нет ли к ним противопоказаний и не против ли сама Анастасия. Я, в общем-то, и с близкими советовалась, то есть, стоит ли или не стоит. Все, в принципе, все за, все меня поддерживают. И, естественно, они хотят меня видеть как раньше, а может быть даже и лучше, поэтому, естественно, они все за. Девушке неуютно в собственном весе, который увеличился после родов. Именно поэтому она пришла на проект. Анастасия не переносила операции и обладает отличным здоровьем. Поэтому ей легко подобрать эффективный метод воздействия. В принципе, ну, достаточно проблем у нас много у Анастасии, поэтому мы будем заниматься ими плотно, интенсивно. Приложим все способы воздействия, которые у нас имеются. Вот, и результат заставит себя ждать. Как гарантирует специалист, результат Анастасия заметит уже через месяц. В этом ей поможет итальянский аппарат Медицел. Он воздействует ультразвуком на жировую ткань. В ней образуется множество пузырьков, которые просто разрывают жировую клетку. Второй аппарат, который у нас есть по электролечению, это аппарат, который способствует лечению ожирения, стимуляции липолиза и оказывает дренажный выраженный эффект. А также мы подключим Анастасии дренажные обертывания многофункциональные, которые тоже будут способствовать стимуляции липолиза, лечению целлювита, укреплению сосудов и подтяжке кожи. Посещать клинику Анастасия будет через каждые 7-10 дней. Эту программу рассчитали так, чтобы не нанести вред здоровью. Процедуры, которые предстоит испытать девушке, комфортны. Единственное, что она должна ощущать – легкое, приятное тепло. Прием мне очень понравился, я бы не сказала, что было дискомфортно. Во-первых, это врач, это тот человек, которому все доверяют свои сокровенные самые не всегда приятные моменты, потому как в моем случае, наверное, только опытный специалист может мне помочь. До следующей процедуры неделя, но в это время Анастасии необходимо ежедневно делать зарядку, употреблять не менее полутора литров жидкости, в день и правильно питаться. После работы Татьяна Терюшкина идет центр танца «Файрдэнс». Она не представляет своей жизни без грациозных движений и завораживающей музыки, поэтому с удовольствием будет преображаться здесь. У нас много разных направлений, много арабского направления. В том числе, многие не знают, но есть такое направление, как «Трайбл», в которое включено и арабский танец, и испанский танец, и индийский танец. То есть это все как бы смесь одного направления. Участница сможет выбрать любое направление, а пока она на занятии в качестве зрителя. Это самое популярное сегодня направление – пластика. Она помогает развить гибкость тела, стать женственной и привлекательной. Я готова сейчас попробовать все и надеюсь, что, конечно, я остановлюсь на каких-то некоторых направлениях, потому что нельзя, наверное, распыляться, но попробовать хочется многие направления. Ради преображения Татьяна планирует отказаться не только от сладкого и мучного, но и от прогулок. Свободное время девушка собирается проводить только на тренировках. Студия «Файрдэнс» дарит ей возможность посещать любые занятия в любые удобные часы. Самое тяжелое упражнение для меня – это упражнение на ноги, на мышцы ног. Но буду терпеть, это боль, потому что есть мечта, есть желание спустя полтора-два месяца увидеть себя измененной в другой. Девушка ждет лето, чтобы надеть яркие короткие платья. Для этого придется много тренироваться. В студии «Файрдэнс» все занятия начинаются с разминки, которая готовит мышцы к интенсивной нагрузке. В любом направлении там представлено – есть танцевальное время, есть время разминки и аэробное время, которое дает нагрузку. То есть, занимаясь любым направлением, видом танцев, можно и похудеть, и научиться красиво двигаться. Через два месяца Татьяна Терюшкина сможет сесть на шпагат и станет обладательницей красивого подкачанного живота, уверяют в студии «Файрдэнс». А если каждое утро выполнять приседания и качать пресс, то красота не заставит себя ждать. Молодой маме Юлии Горбулиной для участия в проекте не требуется искать, с кем оставить детей и волноваться о времени. Девушка преображается дома, самостоятельно. Я два года подряд рожала, делала эти погодки. И если после рождения Ариночки я быстро пришла в свою форму, мне буквально два месяца понадобилось, то после сына рождения до сих пор как бы не могу прийти к своему размеру. После ротов увеличился объем бедер, а 44-й размер одежды пришлось поменять на 48-й. Но пора приходить в форму и встретить приближающееся лето в модной одежде 46-го размера. Я поняла, что для меня нужно просто сменить систему питания. Я рассмотрела много вариантов, но остановилась на двух. Первая – это система минус 60. Я думаю, многие слышали о ней. Достаточно эффективная, что-то можно из нее взять. В этой системе нет изнурительных методов. До 12 часов дня можно есть все. Поэтому если Юлия захочет кусочек торта, отказывать себе ей не придется. Однако следует забыть о перекусах и принимать пищу только три раза в день. Так как я встаю рано, ложусь очень поздно, день достаточно длинный, я просто не выдержу это, я понимаю сама. Поэтому я для себя решила, что завтрак я сделаю два, один рано утром, когда встаю, я, наверное, в 8 часов, в 8-9 часов. А потом это будет 11-12, второй завтрак. Здесь можно кушать все. В обед – овощной суп или каша, а на ужин – отварные мясо или рыба и легкий салат из капусты. Он помогает очистить организм и усмиряет аппетит. В принципе, холодильник готов, потому что я начала свою систему питания вводить в действие. Вот у меня капустка на 8-9 салатик, потому что первые 6 месяцев после рождения ребеночка я не могла ее есть, чтобы не было проблем с животиком. Кроме правильных продуктов, в доме Юлии Горбулиной появились книги и диски по системе BodyFlex. Эта система обещает – лишние килограммы сгорят, а кожа подтянется. Юля планирует заниматься ежедневно не менее 15 минут. Александра Борзенкова до проекта самостоятельно занималась йогой, посещала фитнес-студии, а сегодня пришла в Центр красоты и развития тела «Образ», который работает в нашем городе с августа прошлого года. В Центре представлены программы по коррекции фигуры, по снижению веса, по преображению тела, такие как йога по методу Шри Бакейса Ингара, Виньяса Флоу, йога – новое направление в городе Курске. Также у нас предоставлены программы пилатеса. Пилатес должен помочь не только изменить объемы, но и совершенствовать контуры тела. Упражнения Александры будут направлены на внутренние мышцы, внешний мышечный корсет и позвоночник, чтобы отлично выглядеть внешне, необходимо поддерживать образ изнутри. Консультант по здоровому питанию рассказал Александре, как правильно подойти к процессу преображения. Всегда можно выбрать какое-то время, когда можно что-то съесть, то есть либо это утро, соответственно, где организм более активен. В «Образе» Александре порекомендовали фито-чаи и специальные добавки, с помощью которых ее цель – идеальная фигура – будет достигнута еще быстрее. Меня не интересуют цифры на весах, но, конечно, я стремлюсь к какой-то цифре, но это, наверное, во вторую очередь. Но в первую, конечно, чтобы я визуально превратилась. Продукты – это один из вариантов пути к счастью, уверяют специалист по здоровому питанию. Солнечная погода поднимает настроение еще лучше, чем пирожные. За полтора часа до начала занятий девушке предстоит вообще забыть о еде. Мы используем разнообразное оборудование на своих занятиях, поэтому нашим клиентам не приходится скучать. Кроме того, Пилатес дарит уверенность в себе и в своем успехе занятий, а успех у Пилатеса большой. При регулярных занятиях Пилатесом за месяц можно похудеть на один размер. Александра будет заниматься три раза в неделю. Проверим ее достижения в новом выпуске проекта. Между съемками этой программы и следующей прошел месяц, поэтому в четверг преображение будет заметно всем зрителям канала СТС Курск. КОНЕЦ